Богатырь Илья Муромец, он же угодник Божий преподобный Илья, жил в XII веке и скончался иноком Киево-Печерской лавры около 1188 года. Кем ты не стал, что не делал бы, не пекись о корысти своей, выгоди. А берись, Илья, за такие дела, чтобы славные были, да великие, чтобы всем от них было радостно. Это наставление дал богатырю Илье Муромцу другой великий богатырь, Никула Селенинович. Но правда ли это? Существовали ли русские богатыри на самом деле? Мы привыкли относиться к былинам как к сказкам, а к былинам героям как к вымышленным персонажам. Мы забыли о том, что слово «былины» происходит от слова «быль». То есть в былинах поется о том, что было на самом деле. В русских былинах рассказывается о событиях, происходивших в действительности, и о реальных исторических персонажах. Илья Муромец. Кто он, этот великий русский богатырь? Откуда родом? Где и когда сложил свою славную буйную голову? Есть ли доказательства, подтверждающие факт существования Ильи Муромца? Да, есть. И это прежде всего покоящиеся в Антониевых пещерах Киево-Печерской лавры мощи преподобного Ильи. Было обнаружено, что для того времени этот человек был достаточно высокого роста. Примерно 176 сантиметров. Ну, где-то сантиметров, наверное, на 10-12 выше, чем люди в то время были. Мощи Ильи свидетельствуют и о воинской доблести. Есть глубокая рана на левой руке и значительное повреждение в левой области груди от ударов копья. То есть причиной смерти богатыря стала обширная рана в области сердца. Последняя экспертиза проводилась в 1990 году. Участвовали медики. Использовалась современная тогда аппаратура. И было установлено, что эти останки принадлежат человеку, ну, примерно 60 лет от роду, точно сказать, трудно. Причем во время экспертизы была подтверждена былина в той ее части, что Илья Муромец в молодости страдал ущемлением седалищного нерва. И какое-то время, видимо, был неподвижен. А свершилось то во городе, в Амуроме, А содеялось в селе Карачарове У крестьянина, у чернопахотника, У того ли, у Ивана Тимофеевича, У свет Ефросиньи Александровны Появился, народился, все желанный сын. Был он долгождан, да на радость дан. Действительно, Илья Муромец родился недалеко от города Мурома, в селе Карачарове. Его родители были простые крестьяне, Иван Тимофеевич и Ефросинья Яковлевна. В те далекие времена Изба Ильи Муромца стояла в гуще непроходимого леса. И отсюда его второе прозвище – Гущин. Затем оно стало служить фамилией для его потомков. Они и по сей день живут в селе Карачарове. Вот это село. Местные жители считают, что Илья Муромец родился и 33 года жил именно здесь. Теперь этот дом имеет вполне конкретный адрес. Улица Приокская, 279. Конечно, этот дом совсем не тот, каков был в те давние времена. Но тем не менее, потомки Ильи Муромца здесь живут до сих пор. И, конечно же, гордятся своим славным предкам. Потомки Ильи Муромца живут здесь давно. И все их знают. Ну вот, мы считаемся, конечно, потомками Ильи Муромца, но сами мы такой силы, конечно, не обладаем, как Илья Муромец. Может быть, тем более, она сейчас, так сказать, и не востребована. Мы люди мирные, так сказать. Занимаемся также крестьянством. Все это нам привелось. Я вообще так профессия человека мирной. Поваром работаю. Так что богатыря, если надо будет, накормим. Вот души, как надо, и как следует. Согласно преданиям, Илья Муромец пролежал на печи ровно 30 лет и 3 года. Он был немощен и не мог ходить. Но однажды к нему пришли калики-перехожие. И сказали властно, поди и принеси нам напиться. Кроткий и послушливый Илья так искренне желал выполнить их волю, что впервые встал на ноги. И тогда они дали ему силу, чтобы защитить русскую землю от нашествия половцев. Кто же такие калики-перехожие? Скорее всего, это были странствующие мудрецы, скажем так, лекари, которые обладали некими знаниями в народной, тогда другой не было, в медицине. И именно они помогли Илье Муромцу встать на ноги. Затем калики показали Илье, где находятся тайники с оружием и снаряжением. И благословили на великие ратные подвиги. Сила у богатыря была необыкновенная. Будешь силен ты и могуч человек, И твоя воля куда силу девать. На крестьянское ли дело, На другие ли труды, На бранные ли битвы, Феноменальная сила Ильи Муромца передалась по наследству его прямым потомкам, семье Гущиных. Прапрадед Афанасий обладал такой неимоверной силой. Он отличался от всех. Ростом телосложения, может быть, он и не очень большой был, но руки у него такие были крепкие, сильные. Обретя здоровье и силу, Илья незамедлительно решает отправиться в Киев. Намерение его ясно. Он хочет киевскому князю поклониться, постоять и за Киев. Родители благословляют его на поездку, но предупреждают, что благословение ему дают на добрые дела, а на худые дела благословения нет. Илья не должен вступать в драку кровопролития без необходимости. Однако богатырь очень скоро вступает в бой. По пути в Киев он освобождает город Чернигов от вражеской осады. Черниговские мужики готовы сделать его своим воеводой, но Илье этого не нужно. Он хочет защищать Киев, но прямой путь от Чернигова к Киев прегражден. Как у той ли реченьки смородинки, Как у той ли грязи, грязи черные, Все сидит соловушка-разбойник На семи дубах, в девяти суках. Как засвищет соловей по-соловьиному, Закричит собака по-звериному, Зашипит проклятый по-змеиному, Так все травушки-муравки уплетаются, Все лазоревы цветочки осыпаются. А что есть людей вблизи, Все мертвы лежат. Илья Муромец едет по прямой дороге. Они в объезд, как ему советовали. И все происходит так, как его предупреждали. Даже конь его от свиста соловья-разбойника Спотыкается. Мы не знаем внешнего облика соловья. Судя по тому, что у него есть дочери, Зитья, и что живет он в доме, Можно думать о его человеческой природе. Возможно, он иноземец. А к ним тогда относились с большим подозрением И приписывали владение магическими чарами. Разбойник сидит на семи дубах. И свистом своим страх наводит. Свист, которым главное оружие соловья-разбойника, Он мифологически, это одно из самых сильных И самых страшных видов оружия. Свисту везде придавалось особое сакральное значение Практически во всех культурах. Где-то он приносил смерть, где-то он приносил ветер, Где-то он приносил жизнь. Поэтому свистеть разрешалось только в определенных ситуациях. А когда до сих пор, когда человек свистит в доме, Мы ему говорим, не свисти деньги, высвистишь. Когда моряк свистит, ему говорят, бурю накличешь. Поэтому владение таким волшебным оружием Оно уже настраивает на то, что соловей-разбойник Персонаж непростой и непримитивный. Соловей-разбойник – злейший враг Киева. Он много лет перекрывал прямую дорогу к стольному городу. Богатырь Илья захватил соловья в плен И привез на киевский княжеский двор. Так начинается служба Ильи в Акине. Сейчас дубов в округе Мурома немного. Но когда-то здесь, недалеко от Карачарова, Находилось село 9 дубов. Легенды гласят, что именно в кронах этих 9 дубов И прятался тот самый соловей-разбойник, С которым сражался Илья Муром. Как же боролся русский богатырь? Какие приемы использовал он при встрече с соловьем-разбойником? Если говорить о технике, которую он мог использовать В домонгольский период, То это борьба с переведением в партер на землю И с работой на земле И с достаточно большим объемом движения, действий в стойке. Можно ли Илью Муромца считать одним из основоположников Русской борьбы? Наверное, нет. Но то, что владел он ею виртуозно, Это очевидно. А при его могучей силе Можно предположить, что Больше всего ему удавался Самый древний ее вид Медвежья борьба Ее история уходит корнями В дохристианскую эпоху, Когда медведь Считался тотемным животным И защитником рода. В полях Даже проводились ритуальные медвежьи схватки, Чтобы отогнать От посевов Злых духов. Медвежья борьба Это один из древнейших видов Форм поединка, Ритуального поединка, Который встречается на территории Современной России. И он относится к племенам Так называемой Волосовой культуры. Медвежья культура в борьбе Она отразилась потом В определенных системных движениях. Потому что, как я реконструировал Технику отдельных приемов, Вот есть приемы на залом, Так называемые. И механика элемента такова, Что ломают под себя, Выполняют силовой прием, С движением под себя. И, скорее всего, Это могло быть подсмотрено Как биомеханическое действие Взято от природы От действия медведя силового. Позже из медвежьей борьбы Произошли такие виды Народной состязательной культуры, Как борьба в охапку, В схватку, В крест, На вороток И так далее. Еще Даль отмечал, Что русские борются Либо с носка, Одной рукой за ворот, А другой не хватать, Либо накрест руками, Через плечо и под силки, И валяют через ногу, Подламывают под себя, И, припадая на колено, Перекидывают через себя. И после 16 века Борьба развивается В двух главных направлениях. Это борьба на вольную, Когда можно все, Мы договариваемся о том, Что мы делаем. И традиционная борьба В схватку, То есть с выполнением Предварительного захвата, Определенного. Кстати, В битве с Идалищем погатым Илья Муромец, Скорее всего, Применил борьбу В схватку. В Былине говорится, Что схватил богатырь Идалище И опал его за шип. В городе Муроми Есть реальные свидетельства Необыкновенной силы Ильи Муромца. Так, например, Вот такие дубовые пни Знаменитый богатырь С корнем прорывал И бросал в оку, Чтобы изменить русло реки. А еще говорят, Что такие же пни Илья Муромец Вырвал, Чтобы построить Фундамент Троицкой церкви. Подобные дубы Неоднажды находились Во время чистки Фарватера реки Аки, На левом берегу Которого стоит Наш Муром. Дубы огромных размеров, Дубы, Рассказывающие о том, Что Недюжиной силы Человек Мог Такие дубы Бросать В оку, А мы знаем Из преданий, Что Илья Муромец Это делал. Одно из самых Главных Качеств Ильи Муромца Чувство Справедливости. Он был готов Идти на прямое Столкновение С князем, С боярами, Когда видел, Что те поступают Не по правде. В Киеве Илья не занимает При дворе князя Никакой должности. Он как бы сам по себе. Он независим, Редко живет В стольном городе. Но всякий раз Оказывается на месте, Когда Киеву Грозит опасность. И он не раз Спасает Киев От врагов. Илья Муромец Горяч И неуступчив, Если дело идет О справедливости И чести. Он разделяет Службу князю И служение Святой Руси, Русскому народу. Он часто Ссорится с князем, Но всегда Готов помириться И забыть Об обидах Во имя Самого главного Земли Русской. Главный подвиг Ильи Это разгром Татарского нашествия. Татарский хан Посылает в Киев Своего посла С ультиматумом. Сдать город, Очистить улицы, Поставить бочки С напитками, Иначе он Разорит Киев, Сожжет церкви, Уничтожит население, А оставшихся Угонит в полу. Князь Владимир В отчаянии. Киев Защищать некому. Богатыри в разъезде, А главный богатырь Илья Муромец Сидит за решетками Железными. Сам князь Заточил его На три года за то, Что тот Осмелился Высказать свое мнение В разрез с княжеским. Но пришла беда, И князь Владимир Просит богатыря Спасти Киев. Илья Муромец Идет защищать город. Но совсем не князя. Я иду служить За веру христианскую, Да за землю Русь нашу матушку, Да за стольни Илья Киевград, Да за вдов Сирот, Да за бедных людей, А две собаки Князя Владимира, Да не вышел бы Я вон В погребах. Русские богатыри Всегда боролись со злом, Главное из которых Смерть. На бой богатыри Выходили одетые В кольчуги и лапы. Из оружия Они с собой брали Обоюдоострый меч, Гулаву И кистей Посох. Основная задача богатыря Это сразиться Со смертью. И богатырь Должен был доказать, Что он Не боится смерти, Что он Может справиться Со смертью, Что он Может ее победить. Скажем, Вот в южнославянских Эпосах Там даже есть Прямые сюжеты, Когда богатырь Борется Именно со смертью. Богатырь Это человек, Отличающийся От других Силой, Умением, Знаниями, Хитростью, Ловкостью. Это особый человек Или, говоря Современным языком, Это супермен. Илья Муромец Особый богатырь. Он выступает Божьим избранником, А его богатырская судьба Отмечена Святым благословением. Он неуязвим. Даже князь, Заточив Илью в погреб, Моря его голодом, Считает, Что не может Нанести вред Богатырю. Дочь князя Владимира, Заботящаяся тайно О заключенном Богатыре, Укоряет отца В том, Что он поморил Илью Смертью голодным. Князь отвечает, А старому казаку На бою Смерть не уписана. И голодной Смерть не уписана. Илья Муромец Не столь воинственен, Как другие богатыри. Он не любит крови, По отношению к врагу Проявляет величавое благодушие. Иногда даже прощает врага, Что тогда совсем не приветствовалось. В нем сочетаются Непобедимость богатыря И смирение христианина. Интересен факт, Что богатырь Илья Герой не только наших былин, Но и германских эпических поэм Тринадцатого века. В них он представлен могучим И непобедимым витязем Княжеского рода. Ильей Русским. И одно из главных качеств Богатыря Его набожность. Сейчас в Карачарове Находится разваленный Троицкой церкви, Которую по преданию Строил сам Илья Муромец. Раньше она была деревянной И стояла на трех дубах, Который втащил сюда Знаменитый богатырь. Сейчас следов Деревянного фундамента нет. А этот храм построен В начале девятнадцатого века. Эту каменную церковь Построил Афанасий Гущин, Потомок Ильи Муромца. Считается, что даже в таком Полуразрушенном виде, Как сейчас, Она защищает Муром. Когда-то была здесь Фреска Ильи Муромца. Но, видимо, как святой, Илья в советские времена Был не нужен. Его изображение просто сбили. А в храме устроили Зернохранилище. Кстати, и мощи богатыря При советской власти Объявили поддельными. И прошло много времени, Прежде чем правда была установлена. Поэтому многие не знают, Что святой Илья И богатырь Илья Муромец Одно и то же лицо. Едет, едет, поленится, Удалая. Удалая поленичища Великая. Конь под нею, Как сильна гора. Поленится на коне, Будто сено копна. Она палец в блатную Подкидывает. Да под облако Подходячее. Одной рукой Палец подхватывает, Как пером лебедином Там ею поигрывает. Поленицы – это женщины-воительницы. Это степные наездницы И жены-богатыри. Герои-мужчины Одолевают воительниц В поединке. И те становятся Подругами-победителей. О семейном положении Ильи Муромца Мы тоже можем узнать Избылина. По Былину мы знаем, Что был у него сын, С которым он боролся, И вынужден был его убить, Из-за того, Что тот был врагом Нашего народа, Нашего государства. Иногда он считается дочерью, Хотя это, в принципе, Как ученые считают, Одно и то же лицо. Либо сын у него был, Либо дочь. Но есть Былины, В которых упоминается, Что у него была, Будем говорить теперь Современным языком, Гражданская жена, Некая баба-латыгрка. Но есть другие варианты. В некоторых Былинах Его жена зовется Савишной. Но она тоже Женщина-воительница, Поленица. Брак в те времена Для богатырей был роскошью. У них часто не было Постоянного пристанища. Да и интересы были другие. Богатыри защищали страну. Это и было Главным делом их жизни. Свой век богатырь Доживал в монастыре Киева. Тогда было принято В свой срок Оставить мир И бурную деятельность И отдать остаток жизни Молитве. Но погиб Илья Муромец Все-таки в бою. Илья Муромец погиб, Когда было страшнейшее Разорение Киева Русскими и половецкими Князьями. И вот, видимо, В защите Киева В одном из боев Он, скорее всего, Выступил без щита. По какой-то причине Потерял щит. Его сбили на землю. Вот, поскольку Поскольку Вследствие перенесенной болезни Ноги у него были Достаточно слабые. И былины об этом часто говорят, Что ноги подводили Илью Муромца. Ножники подкосились. Вот, его противникам Удалось сбить на землю. Один из них Кинжалом Пригвоздил его левую руку К земле, А второй копьем Нанес удар В область сердца. Вот так вот закончил Свои дни Русский богатырь Первый воин святой Илья Муромец. И сделались мощи Да святые Да за старо казака Ильи Муромца Ильи Муромца Сына Ивановича За совершенные чудесные подвиги Илья Муромец Был причислен К лику святых В 1643 году В числе 69 угодников Киево-Печерской лавры. В святцах День памяти Святого богатыря Ильи Отмечается 1 января. А это Скульптурный портрет Ильи Муромца. Создатель портрета Сергей Никитин. Судмедэксперт И антрополог С мировым именем. Он лично Реконструировал Облик Ильи Муромца 20 лет назад. Воссоздать Лицо инока Оказалось непросто. Хорошо сохранились Мягкие ткани. То есть это Мумия. Это нетленные мощи Или говоря суденно-медицинским Анатомическим языком Это Мумифицированное тело. То есть череп был закрыт Кожей. До этого я восстанавливал Непосредственно по черепам. Ну и здесь как бы проблем Больших не было. Когда уже методика отработана И знаешь как что делать. А здесь вот пришлось столкнуться С тем что это Мумия. С помощью рентгена Был снят череп мумии. И по снимку Сергей Никитин Составил лекало Для реконструкции. Изучая мощи Антрополог Был удивлен. То что касается Вопроса Восстановления портрета Это вот Направление носовых костей Направление подносового шипа На этой рентгенограмме Какая вот Большая толщина Костей свода черепа. Вы видите вот какие толстые лобные И затылочные кости Которые примерно в два раза Ну превышает Толщину нормального Черепа. То есть он Я думаю головой мог И убить Запросто. То есть я потом По этим рентгенограммам Лекало вырезал Профильного рисунка Лицевого отдела. То есть Вот что удалось сделать С использованием рентгенограммы. Портрет мастеру удался. В нем Воплощение Спокойной силы Мудрости Великодушия И умиротворения. Он бился За правое дело И недаром Прожил свою жизнь. А в Муромском Спасо-Преображенском Монастыре Есть частица Мощей Святого Ильи. Это палец богатыря. Его передали Монастырю Монахи Киево-Печерской Лавры. Одна Нетленная часть Его Руки Находится В нашем Граде Мурома В храме Всех святых В этой раке Где он Изображен Вырезанным Из древа И его часть Находится В серебряной Руке Это палец И часть Ладони Его Нетленных Мощей. В Муромском Монастыре Хранится И портрет Ильи. Со временем Его превратили В икону. Рядом С фигурой Меч. Им Благословляет Священник. Преподобный Илья Муромец Является Покровителем Всех Православных Воинов К нему Приходит На поклонение Очень много Военнослужащих Те, которые Собираются Пойти В армию Те, которые Уже Служат В вооруженных Силах Те, которые Идут В горячие Точки Все приходят На поклонение С просьбой Вернуться Живыми Здоровыми Да Получить Силы Да На Врагов И супостатов 2 августа 2006 года Святейшим Патриархом Алексием Вторым Была Освящена Рака Преподобного И Освящен Меч Преподобного Копия Этого Меча Была Отправлена Тогдашнему Главнокомандующему Владимир Владимировичу Путину Нынешнему Премьер-министру В храмах Посвященных Богатырю Происходят Настоящие Чудеса Иконы Святого Ильи Мироточат Вот одна Икона Которая Написана Была В 1993 Году И находится Сейчас На его Родине В селе Карачарове В церкви Гори Самон и Авива Она Мироточила По свидетельству И батюшке Этого храма И прихожан И вообще Она как бы Почитается В ней есть частицы мощей Ильи Муромца Переданы Из нашего музея И люди У которых нет детей Особенно Стараются молиться У этой иконы Есть даже Семьи Которые Называют Родившихся Мальчиков Именно Ильей Здесь Недалеко От Мурома Находится То место Где По преданию Конь Ильи Муромца Ударил Копытами Как было сказано В Былине Разлетелись Комья Земли В стороны А из-под Каждого Кома Столбить Родник Это источник Святого Ильи Муромца Сюда Приезжают Люди Чтобы почтить Добрым Словом Память Богатыря И получить Богатырское Здоровье Здесь Многие Излечивают Свои Недуги А некоторые Даже Встают С инвалидных Колясок И начинают Заново Ходить Вода Здесь Действительно Целебная Люди Из Мурома И окрестных Сел Специально Приезжают За чудесной Водой Приезжают Сюда За водой И машины Из здешних Больниц Неужели С гибелью Могучего Ильи Муромца Русские Богатыри Исчезли Навсегда Богатырские Былины Перестали Сочинять Где-то После 13 Века То есть После Татаро-Монгольского Нашествия Где Складывались Русские Былины Скорее Всего На Богатырских Заставах Сначала Они Служили Некими Устными Учебниками По Стратегии И тактике Пешего Иконного Боля Там Содержатся Колоссальные Сведения И по Оружию Тех Времен Например Копье Долгомерное И копьецо Не просто Эпитеты Долгомерное Копье Предназначалось Для боя С тяжело Вооруженным Садником А копьецо С увертливым Степняком А Богатыри На русской Земле Не перевелись Какие Они Современные Богатыри Возможно Это бойцы Спецназа Морской Пехоты Воздушно-десантных Войск Наверное Они не обладают Волшебной Могучей силой Героев Старинных Были Но они Не хуже Ильи Муромца Могут Справиться С конем Прекрасно Владеют Оружием И приемами Славяно-горицкой Борьбы Боец Готов К встрече С любым Противником И может С ним Драться Даже По правилам Тех Единоборств Которые Он Предлагает Славяно-горицкая Борьба Объединила В себе Практически Все направления Русской борьбы Это вид Спортивного Единоборства И комплексное Боевое Искусство Оно Состоит Из четырех Видов И двенадцати Базовых Стилей Связанных Общим Названием Славяно-горицкая Борьба Это форма Свободной Реконструкции Это авторская Система боя Самое главное Что мне удалось Сделать В общем-то Прием Дело даже не в приеме А дело в особенности Механической Особенности Национальной Механики Движения Каждый народ Двигается так Как мыслит И как говорит Вот это Так сказать Моя тема Почему Потому что Я это могу доказать Вот наша Плетенка У нас язык Язык же специфический Весьма Он длинный Переливчатый язык Вот мы двигаемся В бою Точно так же Вот эта традиционная Русская плетенка Она такая же Как у нас речь И мысль у нас такая Вот посмотрите Японцы говорят Короткими фразами И работают коротко Китайцы говорят Мелодично И работают в ушу Пластично То есть Одно отражает Другое в действительности Вот это Особенности славянки Кем ты не стал Что не делал бы Не пекись О корысти своей Выгоди А берись Илья За такие дела Чтобы славные были Да великие Чтобы всем от них Было Радостно Илья Муромец Герой поистине Народный Для нас Он олицетворение Воинской доблести Чести Праведной силы Своему герою-земляку Жители города Мурома Поставили памятник Фигура Вместе с постаментом 21 метр Внещается мощь Динамика Полет Поверх монашеского Одеяния Боевые доспехи В левой руке Крест В правой Высоко поднятый Над головой Печень Лицо решительное Мужественное Ведь скульптор Изобразил Былинного богатыря По восстановленному Облику Самого Ильи Муромца Это памятник Общероссийской Ратной славы И торжества Православия На русской земле И стоять ему здесь На страже земли Русской Многие века Русской Русской